В Донецке два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов со стороны киевских силовиков. Зафиксировано свыше 30 попаданий по жилому сектору. По словам очевидцев, военные применили зажигательные снаряды. В результате возникли пожары, пострадали склады и рынок. Под артиллерийский огонь попали район городского аэропорта и вокзал, угольная шахта Октябрьская и целый ряд населенных пунктов. За ситуацией в Донбассе следит Павел Прокопенко. Зарево на Донецком вспыхнуло вечером. Украинская артиллерия била прицельно по жилым кварталам. Хозяев домов в огне ждали страшные находки. Вот он, зараза. И как мне с этим жить? Куда мне с этим идти? Играк вот такой же, это уже второе попадание. Пожарные прибыли в считанные минуты, но потушить пламя не смогли. Обстрел не прекращался. Спасатели были вынуждены свернуть технику. По словам очевидцев, силовики стреляли зажигательными снарядами. Обстреляли очень масштабно у нас. Шахту Октябрьскую накрыли полностью. Населенный пункт веселая. Принял? Наблюдайте. Населенный пункт веселая. 152-й меня обложили полностью. Опять горит поселок наш. Минус тут 4 дома, там 5 домов на шахте Октябрьской. В том, что украинский тяжелый калибр сейчас ближе к линии фронта, чем предписано минскими договоренностями, сомнений нет. Сами военные снимают на камеру свою артподготовку. Прямо на взлетную полосу упало. Снаряды вновь летят в Донецкий аэропорт по периметру ни одного уцелевшего здания. Но это отличная площадка для атаки на город. А потому бои за стратегический объект возобновляются с новой силой. Они стреляют. По ком вы стреляете? По детям. Нет, главное, я 53 года здесь прожила, на Украине. Нормальная сторона. А теперь, оказывается, мы террористы, сепаратисты. Нас всех надо уничтожать. Приходит в себя после массированного обстрела Горловка. Ночь. Люди просидели в подвалах, слушали, как рушатся стены их домов. Утром вышли на уборку. Восстанавливать почти нечего. Но надежда на мир остается. В том числе у руководства самопровозглашенных республик. Киев на предложение Донецка и Луганска конституционно закрепить их особый статус молчит. А потому в ДНР и ЛНР решили обратиться напрямую к заокеанским спонсорам войны на украинском Юго-Востоке. Есть возможность продвинуться вперед, если будет на это политическая воля. Запада, прежде всего, которая сейчас занимает в Украине бесконечные деньги, которая тратит по 100 миллионов гривен в день на проведение антитеррористической операции. То есть, как только будет жесткая установка, на что тратятся эти деньги и так далее, то как бы не за что будет содержать махину эту людей на линии соприкосновения. Но пока это скорее размышления. Никаких реальных действий к установлению мира в Донбассе украинские власти и их партнеры до сих пор не предприняли. Несмотря на тревожные сигналы из ОБСЕ, международные наблюдатели подсчитали, в зоне конфликта остаются 5 миллионов мирных граждан, переживающих гуманитарную катастрофу. Павел Прокопенко, Артем Данцевич, ТВ-центр. Сегодня утром новый взрыв прогремел на территории нефтебазы под Киевом, которая уже вторые сутки охвачена огнем. На месте ЧП продолжают работать пожарные расчеты и десятки единиц спецтехники. Их в МВД решили усилить пожарными танками, которые должны оттянуть сгоревшие машины. В эти минуты продолжают полыхать 6 емкостей из 17. По словам спасателей, главная сложность в том, что горящие резервуары с топливом расположены близко друг к другу. Пожарным удалось локализовать огонь, потушить близлежащий лес, а также избежать распространения пламени на соседнюю нефтебазу, воинский склад со снарядами и территорию аэродрома Минобороны Украины. По последним данным, в результате ЧП погибли 4 человека, 10 пострадали и сейчас находятся в киевских больницах. Один из них в тяжелом состоянии. На юго-востоке Украины сегодня обсудят заместитель министров иностранных дел стран Нормандской четверки в Париже. Переговоры пройдут на фоне обострения ситуации в Донбассе. Где за последние недели усилились обстрелы населенных пунктов. Дипломаты намерены обсудить деятельность контактной группы и четырех рабочих под группу Украины. Как подчеркивает представитель российского МИДа, Москва ставит перед собой тель подтолкнуть конфликтующие стороны к устойчивому диалогу, а также добиться полного выполнения обязательств, включая отвод тяжелых вооружений и прекращение огня. И прежде всего это касается Киева, отметил дипломат. Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Калининградской области Николая Цуканова и поручил ему исполнять свои обязанности до предстоящих выборов. Встреча прошла накануне, поздно вечером в Новогорёве. Цуканов доложил президенту о социально-экономической ситуации в регионе. Так, область вышла на лидирующие позиции в стране по строительству жилья. Только в прошлом году было возведено более миллиона двухсот тысяч квадратных метров. Кроме того, в регионе разработана собственная система потечного кредитования для молодых семей, учителей и врачей. По словам Цуканова, хороших показателей удалось достичь и в сельском хозяйстве. Ещё больше предстоит сделать, предстоит решать те вопросы, которые сегодня есть, и те вызовы, которые сегодня существуют в нашей регионе. Есть много задач и понимание, как задачи можно решать. Мне крайне важна ваша поддержка. Я бы хотел поработать на благо Калининградской области и пойти на выборы. Вы сейчас правильно сказали. Проблем очень много и очень много нерешённых в поле. Хотя, конечно, динамика положительная. И, конечно, я думаю, что у вас есть все основания на гору пойти и попросить у жителей области мандат на продолжение той работы, которую вы сейчас ведёте. Хочу пожелать вам успехов. И сегодня Владимир Путин посетит с официальным визитом Италию. Президент станет гостем Всемирной выставки Экспо-2015 в Милане, где примет участие в торжественной церемонии открытия Национального дня России. Наш павильон – один из самых популярных. На выставке в нём побывали уже несколько сотен тысяч людей. Экспозиция ознакомит всех желающих с природными богатствами и продовольственными возможностями России, с достижениями отечественных учёных, а также рассказывает, чем знаменита наша региона. Для гостей приготовили много сюрпризов. Угощение блюдами традиционной русской кухни, концертное представление. После посещения Экспо Владимир Путин проведёт целый ряд встреч. Запланированы переговоры с премьером Матео Ренци, а также с президентом Италии Серджио Моторелло. И предстоит обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, а также ряд актуальных международных проблем. Кроме того, глава государства посетит Ватикан, где встретится с папой римским Франциском. Специалисты Роскосмоса начали расследование в связи с нештатной ситуацией на МКС. Накануне вечером во время планового тестирования стыковки с космическим кораблём «Союз» у последнего внезапно запустились двигатели. Это привело к смещению орбиты МКС. Для стабилизации станции были предприняты все необходимые меры. Как подчеркивают эксперты, никакой угрозы и опасности для МКС нет. В Роскосмосе заявили, что инцидент никак не повлияет на возвращение трёх членов экипажа, у которых закончилась вакта. Космонавты пробыли на орбите почти на месяц дольше запланированного срока из-за апрельской аварии грузовика «Прогресс». Уже завтра они отправятся домой на «Союзе». В Петербурге сотрудники ФСБ задержали лидера местной ячейки, запрещенной в России, Международной террористической организации Хизбут Ахрир Аль-Исламием, оказался студент пятого курса морского университета. Сегодня суд решит вопрос о его аресте. С лета прошлого года в Петербурге спецслужбы арестовали 8 предполагаемых участников преступной группировки. В основном они занимались вербовкой, используя соцсети. ФСБ заявили, что благодаря нынешнему задержанию ведомству удалось пресечь деятельность террористов в Петербурге. Анна Морозова подробнее. Арестованный пятикурсник морского государственного технического университета обвиняется в экстремистской деятельности. По информации имеющейся у спецслужб, он руководит одной из подпольных петербургских ячеек Международной организации Хизбут Ахрир Аль-Исламием. Его сосед задержан как свидетель. Указанные мероприятия проведены в рамках уголовного дела по части 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса Российской Федерации. Организация деятельности террористической организации, участие в деятельности такой организации. В комнате молодых людей нашли резиновую дубинку, электрошокер и запрещенную экстремистскую литературу. Соседи об их деятельности даже не подозревали. Обычные парни живут в конце коридора. Учили их вместе с нами, ничем не привлекательным. Организация Хизбут Ахрир в 2003 году объявлена Верховным судом России террористической. Ее деятельность запрещена на всей территории страны. Хизбут Ахрир в своей просветительской деятельности, она по сути является таким звеном в целой вербовочной системе. И по сути она является таким фильтром, через который проходит отбор людей, которые как-то так проникают с этими идеями. И вот уже с этими людьми начинают работать вербовщики, в основном молодежи, конечно. По словам специалистов, агенты группировки, пропагандируя заветы ислама, призывают объединяться во имя его защиты. Для этого используют социальные сети и подпольные молельные комнаты. Одну из самых крупных ликвидировали в Петербурге в 2013 году. Тогда было задержано 700 нелегальных мигрантов. За тех, кто прошел через фильтр Хизбут Ахрир, берутся уже более серьезные вербовщики из радикальных исламистских партий. В подтверждение последняя нашумевшая история. Обычная студентка из Москвы Варвара Караулова была задержана спецслужбами на границе с Сирией. Предположительно, она была завербована агентами исламистов. За деятельностью террористической группировки Хизбут Ахрир спецслужбы Петербурга следят уже давно. В прошлом году после серии обысков в разных районах города было задержано более 30 человек. Многих отпустили, но тогда это позволило выйти на след других экстремистов. Два месяца назад были арестованы еще два руководителя подпольной петербургской ячейки. Уроженец Псковской области Дмитрий Михайлов и выходец из Дагестана Исарагимов сейчас содержится в следственном изоляторе. Сегодня станет известна мера пресечения для задержанного накануне пятикурсника Морского государственного технического университета. Анна Морозова, Александр Прешкин и Сергей Карасев. Северо-Западное бюро ТВ-центра. Санкт-Петербург. Еще два человека скончались в Южной Корее от вируса МЕРС. Таким образом, общее число жертв заболеваний достигло 9. Об этом сообщил Минздрав страны. Чиновники отметили, что за последние сутки было выявлено еще 13 инфицированных. Их общее количество уже превысило 100 человек. Все они находятся на карантине в специальных отделениях больниц. Власти страны предпринимают все меры, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса. Сеул заверяет, что уже установлены лица, которые контактировали с заболевшими, начиная от первого зараженного. Несколько тысяч граждан находятся под домашним карантином. По стране закрыты почти две тысячи детских садов и школ. Отменены сотни массовых мероприятий. Британский парламент одобрил законопроект о референдуме по вопросу выхода страны из состава ЕС. За проголосовали более 90% депутатов, как консерваторов, так и лейбористов. Однако этому документу предстоит пройти еще несколько этапов, перед тем, как он будет принят окончательно. Ближайшие из них — слушание в парламентском комитете. Проведение этого референдума было одним из предвыборных обещаний премьер-министра Дэвида Кэмерона. Его консервативная партия давно требует от Евросоюза реформы, прежде всего в области миграционного законодательства. В конце прошлого года опросы общественного мнения показали, что большинство граждан Великобритании готовы поддержать выход из Евросоюза. Референдум должен пройти до конца 2017 года. Власти Малайзии обвинили 10 иностранных туристов в том, что они стали виновниками сильного землетрясения, в результате которого погибли местные жители. Представители провинции Сабак, где отдыхали туристы, считают, что иностранцы, которые обнажились на вершине кинобалу, разозлили духов этой священной для малайцев горы. Согласно поверьям, местные общины туда направляются души усопших. В конце мая несколько канадских и европейских туристов сделали на вершине горы фотографии в обнаженном виде. Выложили снимки в соцсети, сопроводив некоторые из них оскорбительными комментариями в адрес малайской культуры. Через неделю землетрясение магнитудой около шести унесло жизни по меньшей мере 16 человек и принесло большие разрушения. 85-летие отмечает сегодня известный российский художник Илья Глазунов. С праздником мастера уже поздравил Владимир Путин. На счету Глазунова сотни портретов, пейзажей, исторических полотен. Одним из главных дел в его жизни стала Академия живописи, вояне изучества. Учебное заведение художник основал в 1987 году и руководит им до сих пор. По его словам, открыв свой вуз, он старался сохранить классическое искусство. Глазунов один из всей семьи, кто прошел блокаду Ленинграда. Десятки его работ посвящены Великой Отечественной. Войну он всегда старался изображать без купюр, за что подвергался гонениями со стороны властей. В 1977 году его выставку закрыли как противоречащую советской идеологии. Одна из картин дипломной работы «Дороги войны» была уничтожена. Сегодня Илья Глазунов лауреат множества государственных наград, полный кавалер ордена. За заслуги перед Отечеством один из основателей Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Специальный репортаж Юлии Богоманшиной, посвященный жизни и творчеству художника. Илья Глазунов «Дороги жизни» смотрите сегодня на нашем канале в 22 часа 30 минут. И на этом пока все. Далее прогноз погоды. До встречи.